Итак, значит, у нас статья, которая называется «Гадольки душа шем ми хилу ля шем». Вообще, то, что я сказал как бы до записи, но повторю просто в нескольких словах, у меня, честно говоря, у меня каждый раз как бы Ханан Парад, я не знаю, может быть, у меня специальное к нему отношение, он меня как бы каждый раз очень поражает и волнует, если так можно сказать. Честно говоря, даже хотел вот в описании этой лекции, чтобы привлечь народ, но как бы все-таки не сделал, не знаю, руки не дошли, не собрался написать, что именно эта статья, она меня, честно говоря, настолько поразила, что, в общем, это превышает как бы обычный уровень поражения, скажем так. И то, что я сказал до записи, повторю сейчас, как-то в этой статье постепенно раскручивается и как бы доходится до какого-то логического объяснения, которые связывают вот три, ну скажем, скамые капитальные в израильской кире еврейском году, три самых главных праздника, потому что из них только один праздник на самом деле, памятных дней, да, начинается с дня катастрофы, потом Йом-Ашоа, значит, Йом-Ашоа, это называется сейчас день катастрофы и мужества, Йом-Ашоа в Эк-Ура, после него день памяти погибших во всех войнах и террористических актах, называется Марахот Исраэль, Йом-Зик-Арон. И после него кончается Йом-Ашоа, и в тот же вечер начинается день праздника Дня Независимости. Как бы понять, ну чтобы логику, но понять, каким-то образом понять, каким образом можно соединить вот эти три церемонии на одной шкале, это чудовищная задача для всех. Дальше Ханан Параа поэта будет как бы писать, ну понятно, этому в конце посвящена как бы, в конце он доходит и объясняет как бы все уже, да, не он, а пересказывает, цитируя, объясняя слова сына Кука, как Акоина Кука, вот, но во всяком случае, что я хотел сейчас уже сказать, вот эти вот три, скажем, памятных дня, Йом-Ашоа, с одной стороны, Йом-Зик-Арон второй, и дальше Йом-Ацмаут, да, они в принципе три, которые соответствуют трём глобальным понятиям, которые тоже в современном иврите и как бы, ну в современном, в израильской жизни это тоже произносится более-менее на одном дыхании. Айн, ну извини, секунду, шифры, не могли бы микрофон выключить, пожалуйста? Это шифра? Да. Да, окей, нет проблем. А у тебя, если есть PDF, который вообще не через браузер, то будет лучше всем тоже видеть. У меня выключен, извините. Да, да, нет, шифра, нет проблем, шифра, она очень чувствительно относится вообще к нападкам, вот, поэтому это надо приберегать для отдельных случаях. Не про, ну не про. Я извиняюсь, у нас тут как бы семейный между собойчик. Сейчас, ты правильно сказал, подождите, секунду. Сейчас, я раскрою это по-человечески. Сейчас, одну секунду. Одну секунду. Одну секунду. Ты меня, правда, прервал вообще на самом важном месте. Ну ладно. Сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Так должно быть. Так, так лучше? Так лучше? А, пока не видно твоего экрана. А, я не сделал шер снова. Да, 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 все правильно. Сейчас, да, ка, да, ка, да, ка, да, ка, да, ка, да, ка, ка, шер, э, шер, э, шер. Так, вот так лучше? Да, конечно. Окей. Ну, отлично все. Так вот, сейчас, хоть ты меня и пытался сбить, но у меня это осталось в голове. А именно, вот эти, значит, три мероприятия, памятные дни и праздник, они связываются с тремя глобальными понятиями, а именно, хурбан, шуа, бета-кума. И вот эти вот три понятия, их надо как-то связать и понять. Можно ли вообще это связать как бы в одно? Поэтому мы начинаем как бы с недельного раздела, мы начинаем с самых общих вещей, а в конце мы найдем до того, что у меня, честно говоря, просто остановилось дыхание. Ну, потом восстановилось, иначе как-то мы не разговаривали. Окей. Ну, идем дальше. Идем, в смысле, не дальше, а просто начинаем. Итак, у нас в нашей параше, в нашем деле рассказано, и не хулите святого имени моего, да, вот вы видите, есть все вот эти переводы, да, вот эти стрелочки сюда. Том, кто хочет, вот здесь вот написаны точные ссылки, откуда, ну, в принципе, это я взял как бы с полгода. И не хулите святого имени моего, и быть мне святому среди сынов Израиля, я Господь освящающий вас. Вас слиха. Да, еще хотел сказать, что, может быть, все-таки, давайте изначально запомним, потому что, ну, не то, что даже бы трудно, но это по-русски все-таки-то звучит как-то совсем не так. Давайте запомним, что такое кедуша-шем, что такое хилуля-шем, потому что это будет практически бесконечно сейчас повторяться. Значит, кедуша-шем – это, ну, как бы, не дословный перевод, но понятие. Понятие называется «освящение имя Всевышнего». В, как бы, ну, не знаю, не в переносном смысле, но, как бы, в общем смысле, кедуша-шем зачастую, или чаще всего, когда употребляют, имеет в виду какой-то героический еврейский поступок, да, который связан, чаще всего, по прямому смыслу, это просто отдавание жизни за имя Всевышнего. Например, что, почему нет, Дима? Почему нет? Потому что кедуша-шем, ты сейчас говоришь в самом последнем смысле этого слова. Бывают маленькие кедуша-шем, когда ты подойдешь к последнему бомжу, причем русскому, лежащему в канаве, и дашь им книгу Торы, говорит, и он что-то, он просто подумает, а еврейский бог неплохой вообще-то, это тоже кедуша-шем. Может быть, смотри, я не спорил, может быть, я, как бы, сейчас больше ориентируюсь то, что у меня на слуху, исходя из настройки на 30 лет жизни в Израиле. Употребление слова кедуша-шем, ну, не знаю, в современном ибрике, в современном понимании освящения имени, это практически 100% это жертвование жизни. Например, все террористические акты, да, когда, не дай бог, кто-то погибал, когда об этом говорят религиозные люди, и есть похороны, то всегда употребляют слово кедуша-шем. Когда пытаются осознать, ну, скажем, с религиозной точки зрения еврейскую катастрофу, да, то есть гибель 6 миллионов европейского еврейства, всегда будут употреблять имя кедуша-шем. Поэтому я не буду размениваться, как бы, на мелкие, в нашем сейчас понимании в этой статье, кедуша-шем – это что-то грандиозное, которое человек связывает прежде всего с тем, что он делает какие-то огромные, скажем, внутренние затраты, моральные, физические, для того, чтобы что-то такое выполнить. То есть это не просто выполнить заповедь. Когда человек читает, там, не знаю, благословление после еды, накладывает филин, и все. А когда это связано вот с тем, когда евреи перед нацистами, да, накладывают филин, и его расстреливают, это кедуша-шем. А когда люди в синагоге накладывают филин, это не кедуша-шем. Так, во всяком случае, вот в рамках нашей стадии, нашей стадии, это кедуша-шем. Окей? Теперь дальше. Что такое филу-ля-шем? Ну, филу-ля-шем – это то, что по-русски называется профанация. Это все то, что связано с оскорблением его имени. И для того, чтобы вы понимали, как бы, мне очень хочется вас ввести в дискурс вот нашего сейчас разговора, да, потому что, ну вот, скажем так, стандартная, в кавычках, да, перепалка между сторонами религиозными, занимающимися разные позиции по отношению к чему-то, например, по отношению к Израилю, это будет все время перекидывание мячика вот в этих двух понятиях. Одни будут говорить, что это кедуша-шем, а другие будут говорить, что это хилу-ля-шем. Да, вот это вот, это, это, поэтому, вот это, это два утеса, между которыми происходит, как бы, ну вот, два полюса. Самое интересное, что мы посмотрим в конце, вот это паразитное, я просто не могу удержаться и раскрываю, как бы, карты. Ханан Парад, да, вот с помощью цитирования сына Авраамыцка Кокойна Кука, его сына, вот, он показывает, что на самом деле эти вещи, они даже не столько разведены, а они соединены в одно, что вообще, как бы, до этого у меня даже в голове не укладывалось. Но идем дальше, окей? Итак, как это понять? Не хулите святого имени моего и быть мне святому среди сынов Израиля, я Господь освящающий вас. Это более-менее понятно. Теперь дальше, приводится цитата из Рамбама, это вот здесь, да, который из раздела, который называется «Елхот, Исудей, Тура», а именно, как бы, религиозные законы или законы, связанные с основами Торы. «Елхот, Исудей, Тура». Итак, что пишет Рамбам? Рамбам пишет, весь Израиль, называется «Коль бы это Исраиль», они обязаны в отношении Кидуш Ашем. Может быть, это ответ, кстати, на то, что говорил Дима, потому что Рамбам здесь пишет «Аль-Кидуш Ашем Агадоль Азе». Может быть, когда он пишет «Акидуш Ашем Агадоль Азе», он имеет в виду, «Акидуш Ашем действительно генеральный большой, когда человек, вот для того, что он жертвует жизнь, а не просто выполнение заплаты». Очень может быть, что вот это вот как раз, ну, не то чтобы ответ, но подчеркивание того, что, о чем мы говорили, как бы, с Димой, да, как сказано «И освящусь я, и освящусь в Ингдашти, в Ингдашти бытов на Исраиле». «И я освящусь внутри, и быть», по-русски они перевели так, «И быть мне святому среди сынов Израиля», да, хотя дословный перевод «Никдашти» — это депричастное, как бы, депричастие, «я освящусь, освящусь в среде народа Израиля». С другой стороны сказано, они предупреждены для того, чтобы не профанировать, не хулить его имя, как сказано, и не хулить и святого имени моего. Окей, дальше. Ну, это более-менее понятно, да, хотя, как бы, ну вот, скажем так, изначально поставим знак вопроса, очень трудно понять, как можно заповедовать людям, да, вот этот большой киду-шашэн, то есть заповедовать людям, в смысле евреям, отдавание жизни за Бога на уровне заповедей. И это, как бы, сказано в оппозицию по отношению к хулить. Но, как бы, бежим дальше, да. Пишет Ханан Парад. И вот в этих словах, которые многозначительные, которые полны смысла, Рамбам открывает пятую главу, или пятую часть раздела Илхот-Юсудей Тора, а именно законов, основ Торы. И, как бы, Ханан Парад подчеркнет, что само положение вот этого места или вот этих вот абзацев, который посвящен целиком понятию киду-шашэн, да, и Рамбам его располагает сразу после заповедей, связанных с верой Всевышнего, его любви и, как бы, и его боязни, богобоязни, уже учит нас о важности, о той особой важности, которую Рамбам уделял этой заповеди. И пишет о том, что в продолжении этой главы Рамбам уточняет, детализирует различные ситуации, в которых от человека требуется выполнить заповедь киду-шашэн, да, включая заповеди, которые могут быть исключительные, которые могут потребовать даже отдачи души, то есть, как бы, смертельный исход, а с другой стороны, те, как бы, поступки и деяния, которые связаны с каждодневной жизнью. Это вот буквально на то, о чем мы сейчас, наверное, как бы обсуждали с Димой, да, и это, когда человек выполняет какие-то вещи, вот, выполняет какие-то, как бы, заповеди или действия делает, которые совершенно не связаны ни с какими расчетами о том, получит ли он от этого какую-то выгоду, да, или получит от этого какое-то удовольствие. Окей? Дальше. Пишет. Но даже... Не, да. Был чей-то голос, но это, по-видимому, стам. Окей. Но даже более, или... Чем эти ситуации, различные ситуации Киду Шашен, о которых рассказывает Рамбам в очень, как бы, детализированной форме, существует... И вот тут обратите внимание, тут Ханан Парад переходит совсем на другую вещь, которая, по-видимому, в времена Рамбама, она просто не существовала. А именно, он говорит, существует целая дополнительная, он пишет, Маарехет система, я бы сказал, уровень, пласт. Существует дополнительный пласт Киду Шашема и профанация его имени, то есть Хилуль Ашем. И об этом мы как раз поговорим в этой статье. Ну и как бы, наверняка, или, скорее всего, вы уже догадываетесь, о каком пласте говорит Ханан Парад, который существует во времена Ханан Парада, не существовало во времена Рамбама. А именно, это то, что у нас следующий, как бы, абзац, следующий парад. А именно, профанация имени Хилуль Ашем и Киду Шашем на уровне национальном. И опять же, как бы, предваряя, скажу, то, что, о чем мы сейчас будем говорить, насколько я понимаю, это квинтэссенция вообще, скажем, религиозного диалога между различными, между представителями различных религиозных течений, да, после образования государства Израиля. Потому что самый главный вопрос, такие, Душа Шем либо это Хилуль Ашем. И этот, как бы, ну, скажем, философски отвлеченный диспут или дискуссия, она на самом деле приводит к совершенно четким выводам, которые делают отдельные представители. Значит, есть натурой карты, которые сжигают израильский флаг и не признают государство Израиля. Встречались с Сарафатом, помогают ему и так дальше. Ну, не ему, его, слава богу, нет. Помогают, как бы, его последователям, да, вот. А на другой стороне есть религиозные сионисты, которые, как бы, идут в армию, не дай бог погибают и кладут жизнь за это государство. И считают, что это запрет. Вот это, вот это, вот это, как бы, полюсы, да. А в их, в основе, в основе лежит вот это, вот, определение это кидуш, ашем, алибихинуль ашем. Итак, идем дальше. Дальше Ханан Парад будет сейчас цитировать очень много пророка Ихэскеля, в котором, мы сейчас, как бы, посмотрим это, да, как это приводится, но совершенно, как бы, фантастическим образом описываются события, которые произойдут с еврейским народом. Да. Итак, дальше. В главе 36-й книги Хэскеля описывается разрушение и изгнание как чудовищное состояние еврейского народа, как чудовищное национальное состояние, с которым невозможно как бы смириться на протяжении времени, да, и вот дальше очень интересно он пишет, не только, это то, что мы сейчас видим, то, что будет у Ихэскеля, не только, почему с этим нельзя смириться, не только исходя из тех страданий, которые связаны с разрушением и изгнанием, а также по причине хулы или профанации имя Всевышнего, этого ужасной профанации или ужасной хулы, которая проистекает из самого факта пренебрежительного или как бы, ну, скажем, пренебрежительного, хотя надо синоним, который гораздо больше, более сильный, чем пренебрежит, оскорбительного отношения, которые проявляют народы по отношению к евреям и еврейскому народу, унижая его и причиняя ему страдания. Да, вот вы понимаете, да, что вот уже начинается раскручиваться эта штука, которая будет у Ихэскеля, что изгнание и страдания это, то есть галут, изгнание, это не только страдания еврейского народа и которые, скажем, которые были приличены еврейскому народу за то, что он и дальше перечисляется что-то, а за всем этим еще стоит совсем как бы гораздо более общее понятие, которое вообще даже не связано с евреями как таковыми, с их поведением, а которое связано с тем, это я сейчас своими словами говорю, что как бы евреи и еврейский народ они как бы являются представителями Всевышнего и оскорбляя, унижая их независимо от того, что делали евреи положено им или не положено, получается, происходит хилурашем. Итак, а как это сказано, как это сказано и хилурашем, сказано так, да, вы можете прочитать, но тем не менее скажу, и разбросал я их среди народов и рассеянны были они среди стран по пути их и по деяниям их я осудил их. Вот здесь вот видно, что здесь и хиле говорит, что есть связь, они поступали плохо и за это Всевышний будет я их наказал и пришли они к народам, которым пришли они, изгнаны были, и оскверняли имя святое мое, ибо говорили о них, народ Господин о них и из земли его вышли. Да? Окей, идем дальше. И как бы Ханам Тарак говорит, что стоит правильно подчеркнуть и что как бы противоречие с поверхностным комментарием либо пониманием вот это осквернение имя Всевышнего оно проистекает или получается не только из-за недостройного поведения еврейского народа, который находится в Галуте, а из самого факта из самого факта нахождения божественного присутствия в изгнании. и поэтому поэтому как бы симметрично, да, и поэтому возвращение изгнанников, которое на иврите называется Кевус-Галуё, и возвращение божественного присутствия Шекины в Цион, в землю Израиля, они, вот это чрезвычайно интересное мысль, оно меня с самого начала поразило, надеюсь, вас тоже, он говорит, что вот это вот, да, возвращение, грубо говоря, и евреев, и возвращение божественного присутствия, они обусловлены, нет, они нету, они обусловлены не только процессами ШУ-Ы, да, то есть осознание неправильных поступков, греха, исправлений, да, всего того, что мы понимаем процессом ШУ-Ы, они связаны не только с этим, да, которые, как бы, идут снизу, а связаны с состраданием Всевышнего над своим, как бы, могучим, или там, Ачшем Агадоль, Ачшму Агадоль, властелина всех миров, которая профанируется в, среди, среди других народов. Вот это мне кажется вот здесь вот уже мне, я очень надеюсь, что вы как бы следите за тем, что я говорю, Розеянович, как бы понимаете, да, вот меня, вот в этом месте меня это уже очень поразило, потому что, ну, как бы, ну, стандартный, да, расклад такой, вели себя плохо, их за это наказали, в Галуте они продолжали вести себя плохо, из-за этого и что, как бы, больше наказывали, и так дальше. Здесь он из их эстри выводит совсем другую вещь. И, во всяком случае, вытаскивает оттуда совершенно дополнительный пласт. Окей? Пишет. И вот этот Кедуш Ашем, как бы, в его самом высоком понимании описывается, как бы, в последующих словах Ихэскеля, когда он говорит, «И сжалился я над именем моим святым, который осквернил домы Израиля среди народов, к которым они пришли. И, как бы, на этом фоне, на этом фоне нам открывается вот Кедуш Ашем, как он пишет, Кедуш Ашем Агадоль, то есть, большой Кедуш Ашем или великий Кедуш Ашем, да, просвещение его имени, который проявляет себя в собирании изгнанников и возвращении в Циен. Вот эти, кстати, эти выражения, они синонимы. То есть, синонимы, и они стали, как бы, ну, не притчевый язык, таком это по-русски говорится, да, Кебус Голуёк. на уровне, да, вот, израильской ментальности, ну, да, если вы едете и въезжаете по Квишей Алон, в Тель-Авик, то вот там начинаются съезды с главной дороги. Вот один из них называется Кебус Голуёк. Ну, вот, пожалуйста, это отсюда, это изъехательство. Да. Шива Циён. Шива Циён. Это тоже, сейчас люди, на память быстро не приходят, по-моему, есть поселение, которое называется Шива Циён. Известная русская Ишива, русскоязычная Ишива, ну, такого, правда, несколько ригинного направления называется Шива Тами. Ну, тоже такая вещь из пророков. Но идем дальше, да? Итак, как про это сказано и Хескеля, и освящу я имя мое великое, оскверненное среди народов, которые осквернили вы среди них. И узнают народы, что я Господь, слово Господа Бога, когда освящусь, а когда освящусь в вас перед глазами их. И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу. И говорит, более того, с помощью, пишет здесь в кавычках, да, такое выражение, не тох, лев, потух. Наверняка есть правильное медицинское как бы выражение, это операция. Кто-то знает, поправьте меня сейчас, не тох, лев, потух, это когда человек, он, не будет сказано, как бы по присутствующей, те, которые будут смотреть это в записи, да, иногда проявляют операцию на открытом сердце, правильно? Вот. Но ведь это называется не тох, лев, потух. Но кроме того, это тоже некоторое такое символическое выражение, в общем, когда человеку что-то такое вот явственное, вот, заменяет прямо вот как бы вживую, да. Так вот, он говорит, и более того, с помощью вот такого операции на открытом сердце Всевышний, будь благословен, на его имя, производит эту операцию на открытом сердце народа, вкладывая в него новый дух, вкладывая в него новое сердце и новый дух. И как это сказано, это все в продолжении, если вы посмотрите, это буквально, буквально идет один за другим. Видите, 23, 24, 25. И окроплю вас водой чистой, и очиститесь вы от всей скверны вашей, и от всех идолов ваших, очищу вас. Окей? Дальше. И дам вам сердце новое, и дам вам сердце новое, и дух новый вложу в вас, и удалю из плоти ваше сердце каменное, и дам, дока, и дам вам сердце из плоти, и дух мой я вложу в вас, и сделаю, что законом моим следовать будете, и уставы мои соблюдать будете, поступать по ним будете. И, как бы, говорит Харан Парад, да, посмотрите, перед нами как бы известие о грядущем избавлении, которое обещано, которое которое когда-то обязательно должно произвести. То есть, когда-то придет день, когда вы вернетесь домой, вернетесь домой, вернетесь к себе в землю, в кавычках пишет, потерянный рай. Почему? Потому что мы сейчас посмотрим, у Хестеля дальше, он описывает это состояние, как вообще возвращение в Ганнеда. Как говорится, устами Всевышнего, который этим действием он прославляет свое имя на глазах у народов, которые стоят в полном офигении. Миштаамим называется. Миштаамим это человек так вот это Миштаамим. Вы и нефамим. Нефамим это поэм. Поэм вот сердце поэм. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. То есть, они стоят и у них пум-пум-пум-пум-пум-пум. Вот. Так это происходит. Вот это то, что мы сейчас видим на самом деле, да? Так серьезно говоря, да? Ракета этот самый Брешит, который там в Луну летает, я не знаю, еще чего-то, Израиль, который все это делает. Как это пишет Ихэскель? Ихэскель пишет, «И заселю я те города, и астроны будут развалены». Ну, ребят, тут вот в окно посмотреть, вообще говоря, близко к действительности, да? «И земля эта опустошенная будет возделана вместо того, чтобы быть пустыней перед глазами всех проходящих». Я не говорю, это стандарт, да? Всегда в этом месте как бы сионисты останавливаются, говорят, почитайте, Мартвена вот в 19 веке, он там посещал землю Израиля, бил разруху, все, да? Я вот могу вас на этот Евровизион называть что-то такое, да? Пригласить в Тель-Авив. Смотрите, какой там балаган происходит. Окей? И скажут они, «Эта земля опустошенная стала как сад Эдена!» Идем дальше. «И эти города разрушены, опустошены, уничтожены, укреплены, населены, и узнают народы эти, которые остались, которые остались вокруг вас, что я, Господь, отстроил эти руины и засадил опустошенное». О! Ну как бы здесь, здесь хорошо, но это можно было бы как бы остановиться и сказать, так, ребята, вот у нас такая вообще мощная сианистка получилась в Граша, замечательно, похлопали в ладони, вот у нас съем от СМАУ, да, потом пошли шашлыки съели, и все замечательно, да? Окей. Ну, ханаппарат, он как бы честный, он честный, глубокий, он на этом не останавливается, и он начинает раскручивать это, раскручивать в разных направлениях, в том числе, да, следующий параграф называется, «Абуша». Что тут буша? Сейчас такая радость была, что это буша. Буша – это очень неприятное слово. Буша – это позор. Вот, опять же, в кавычках, да, водители на дороге, когда они что-то такое, один другому перерезал дорогу там, это все. Что говорят? «Китбаешлаха! Китбаешлаха! Китбаешлаха!» Вот это буша. Вот и здесь написано. А что написано? «Абушаше нутра». Это стыд, который остался даже в эпоху освобождения. А как такое может быть? Ну, вроде все кайф, все восстанавливается, все развивается, ракеты летают. Замечательно. Уж до Луны практически долетели. То есть там, ну, как бы, фашла небольшая произошла, но как бы практически, практически как бы достигли. Откуда вообще буша? Давайте посмотрим, очень интересно. Однако, говорит, давайте посмотрим, в самой, как бы, сердцевине процесса Китушаше, освящения имени, которое на наших глазах происходит среди народов, вдруг в наши уши прокрадываются внезапно звуки или голоса, которые болезненны для нас, которые оставляют у нас горький вкус. Даже после вот этого известия о освобождении и возвращении. Как говорит Ихэскель? Ихэскель говорит, посему скажи Дому Израиля, так сказал Господь Бог, не ради вас свершаю этот Дом Израиля, но ради имени Святого Моего, которое сквернили вы среди народов, которым пришли. А это вообще, говоря, получается, как бы оплеуха и пощечина. Во всяком случае, так это выглядит. Да? И параллельно с тем, как известие об освобождении, оно описывается как бы все более явственно и выпукло, параллельно с этим как бы растет и становится все сильнее чувство стыда и позора, которое описывается у Ихэскеля, как пишет Ханан Парад, совершенно из ряда вон выходящими словами. Какими словами? По-русски, по-русски, сейчас прочтем, это переведено так, проникнетесь отвращением к себе. И это учит нас, что мы занимаемся или мы связаны, или то, что мы сейчас как бы, то, что мы обсуждаем, это не только не только тот стыд и позор, который проистекает от внешних причин, которые прежде всего связаны с тем, как народы относятся к евреям, когда те евреи находятся в Галуте, а они связаны с некоторым стыдом и позором, который внутренний, который связан с самим существованием поведением народа, который, как бы, вызывает у него чувство, что он понимает, что он сам своим поведением не достойен этого освобождения. Почему? Потому что, вот видите, здесь жирным кепсом, слегка, болдом жирным написано, что написано? Кило беглань, потому что не из-за, не из-за дшувы, не из-за возврата евреев от своего, скажем, греховного поведения или неправильного поведения, они удостаиваются вернуться в землю. А из-за чего? А за счет или заслугу освящения его имени. Более того, он пишет Ламрот. Что такое Ламрот? Несмотря на, несмотря на грехи. Не из-за дшувы, а несмотря на грехи. Как это пишет Ихэскель? А Ихэскель пишет так. И вспомните вы пути свои злые и деяния ваши недобрые и проникните отвращением к себе за беззаконие ваши и гнусности ваши. И дальше. Не ради вас я совершаю это, в смысле геула освобождения, слово Господа Бога. Да будет известно вам, смущайтесь и стыдитесь путей ваших в дом Израиль. И получается, так это здесь, так отсюда видно, естественно, из текста пророка Ихэскеля, что вот это ощущение стыда, это не какая-то отдельная тема, либо маргинальная маргинальный мотив, да, а что эта тема, она связана глубоким, связана как бы в самой сердцевине процесс освобождения. и по-видимому вот как бы соотношение или как бы борьба вот с тем, что вызывает этот позор, по идее это должно было быть как бы очистительный, оздоровительный процесс. И это то, то, о чем говорит Рамхаль, да, Хаймуше Луцата в своем очень важном объяснении в книге, которая называется Даат Твуно. Не знаю точно, как переводится на русский язык эта книга, но Даат это знание. Твуна, Твуна это рассудок. Так вот, Даат Твуна это по-видимому правильный перевод такой, что это правильное понимание или осознание рассудочности. И Ханан Барад пишет, что в этой замечательной книге, которая вся представлена в виде диалога между Сехелем, между разумом, и между душой. И душа как бы спрашивает, почему Всевышний, главное устремление которого делание добра, почему он сотворил этот мир, в котором соединено добро и зло вместе. И ответ, который дает цехель рассудок, она этот ответ, как пишет Ханан Барад, он с одной стороны прост, а с другой очень глубок. Вот я вам его сейчас переведу. Это Сниги Рамхаль. И это то, что хотел Всевышний, благословенно его имя, создать сотворенных, так, чтобы он мог принести им добро. Почему? Потому что всегда, когда получает добро, да, это положительно. Но с другой стороны, это получение добра не будет законченным, совершенным. Почему? Потому что, как бы, в своей, в своем проведении Всевышний, как бы, знал, предполагал, что если те, кто получают добро, они ее получают как продукт своей напряженной работы, тогда они будут, как бы, сами обладателями этого добра. И у них не останется привкус стыда, позора, перед тем, кто дает им добро, как тот, который получает милостыню. Пишет датчик Анан Парад. И вот эти удивительные слова, которые говорит Рамхаль, они основываются на том, что пишет и на том, что говорит Раф-Юсеф-Каро, который является автором Сулхана Руха, который в свою очередь в своей книжке, которая называется Магид Мейшарим, я тоже, Магид, это тот, кто сообщает. Я бы перевел толкователь, либо сообщатель плохо, не могу сейчас, подумайте сами, может быть, как перевести плавно сообщатель, тот, кто сообщает, приносит сообщение, а именно сообщатель, рассказчик, это плохое слово, так переводится на русский язык, пасхальный Агадем Магид, но это не рассказчик, это нечто другое, говорящий, но это больше, чем говорящий, Мейшарим, а именно прямые вещи, прямые вещи, то есть вещи, которые, не знаю, идут по прямой от неба к земле. Итак, он пишет по поводу тех сновидений, которые посещали его каждую субботу, то есть каждую субботу у него было некоторое видение, у него было некоторое видение, к нему приходил Магид, и он ему сообщал некоторые очень, ну не знаю, очень ценные, очень емкие сообщения, вещи, и вот он говорит, что в таком сне, которое было в субботу в Парашат-Брешит, то есть сотворение мира, вот ему этот Магид сказал по поводу пасука. Какого пасука? Пасука, когда сказано и поместил Всевышний в райском саду, в Ганедене, поместил его в смысле человека, для того, чтобы он его обрабатывал, и он его хранил. Так вот, Магид ему сказал, сказал такую вещь, души до того момента, когда они спускаются или спустились в этот мир, они похожи на тех, кто ест хлеб в виде подачки, в виде подачки царя, получая его без соответствующей работы. И для того, чтобы их вывести или избавить от того, как бы, позорного или, скажем, позорящего чувства, что человек получает это как подачку, их надо было привести в этот мир для того, чтобы они занимались работой, чтобы они занимались работой, выполнением, заповедем, изучением Торы и работой. И это то, что сказано. Зачем Господь поместил человека в Эдемский сад, в райский сад? Лэшавра в Элаавда для того, чтобы он работал и оберегал. Для чего? Для того, чтобы, получая хлеб, он чувствовал себя причастным к этому процессу. И у него бы не было чувства чувства что он получает это как подачу оскорбительного чувства. Итак, из-за этого следует, что из-за желания Всевышнего дать человеку добро в самом полном понимании требуется от человека проходить испытания. испытания, страдания и мучения. Для чего? Для того, чтобы он обнаружил силы, скрытые в нем, в человеке. Для того, чтобы он не был похож на того бедняка, который получает свой хлеб в качестве подачки, в качестве милостыни, а он был бы настоящим компаньоном, он был бы соучастником исправления мира, работая своими руками, как бы в смысле физическом и духовном, в смысле, как сказано, для обработки, имеется в виду райского сада, и для оберегания его, имеется в виду райского сада. И тогда из этого выходит, что человек является как бы компаньоном, соратником Всевышнего в строительстве или в создании, или в совершенствовании своей собственной индивидуальности. и для строения своей собственной индивидуальности, а также для освобождения своего и освобождения всего мира. И вот это понятие, это понятие, это ключ к пониманию, чем является настоящая полное освобождение. Юлаш Лиман. С другой стороны, в тот момент, когда он, человек, не достоин этого, тогда получается, что и после того, как это освобождение произошло фактически, он не достиг своего назначения. и в той освобожденной действительности, и эта освобожденная действительность, она будет все равно связана с ощущением позора и стыда. И пишет дальше. И вот, что следует еще подчеркнуть. вот это освобождение, которое не связано с конкретными действиями, с конкретными нашими действиями, она может быть связана к несчастью не только со стыдом и с позором, а она может, не дай бог привести, она может как бы за ней может следовать испытания и тяжелые страдания. И так как это говорит Ехескель, который описывает процесс освобождения, который происходит, как бы Всевышний навязывает, если бы так можно сказать, принуждает евреев освободиться, хотя сами они сами не готовы к этому и не работали или не работали достаточно за это, но тем не менее их освобождают. И Ехескель описывает это в жутких образах и словах. Каких? Жив я слово Господа Бога рукой крепкой и мышцей простертой и я растерливающейся высорюсь над вами. И пишет Ханан Парад. И вот этим подтверждение этих слов мы видим в тех ужасных событиях, чудовищных событиях, которыми стало, которым было свидетелями евреев в современное время, когда видели события, происходившие в катастрофе, которые происходили в катастрофе, в уничтожении европейского еврейства и с теми, скажем, огромными жертвами и мучениями, которые были связаны с образованием государства Израиля. И вот дальше, дальше, да, начинается вот этот как бы последний виток, о котором я упоминал в самом начале, который меня поразил больше всего. Ханан Парад его называет Хидушаше, то есть освящение имени, которое происходит из осквернения имени. То есть это то, что как бы понять невозможно. Но тем не менее попытаемся посмотреть. желание Всевышнего для того, чтобы не произошло профанация его имени и наоборот просветить его имя в этом мире как бы видимым образом расставляют эти два понятия Хидушаше и Хилунаше на двух полюсах, которые противоположны, совершенно противоположны один другому. Этот находится, Хидушаше, находится, скажем, в стороне светлой или залит светом, а Хилунаше находится в полной темноте. настолько, что, казалось бы, они настолько различаются, что их невозможно сравнить мир с собой. Ну вот, странным образом он пишет, то есть, он пишет не странным образом, он говорит, ну вот странным образом мы нашли, мы находим в Иерусалимском Таумуде, в разделе Хидушин. Сказано, сказал раб Раф Аха замна Бышем Раф Оше. Что он сказал? Вот он сказал ту самую празу, по имени которой или по которой названа вся эта статья. Гадоль Уки Душа Шем Мих Ду Лашем. Ну вот, поскольку мы сейчас будем или Ханан, следуя за Ханан Паратом, мы сейчас будем переводить эту фразу очень как бы глубокую, разными путями, то сейчас я как бы просто дословный перевод. Дословный перевод это так, Гадоль в смысле Вилип или Преобладает Кидуша Шем над Филу Лашем. По простому смыслу это не очень понятно. Когда Преобладает? Почему Преобладает? Как это понять? Пишет Ханан Парат. Вот это чудесное выражение или замечательное выражение вызывает огромное удивление. А что кто-то мог подумать, что может быть ситуация, когда даже не то, чтобы ситуация, что в принципе кто-то мог подумать, что Хилу Лашем, то есть пропанация имени или хула имени имени Всевышнего может быть больше, чем Кидуша Шем, чем его прославление. и это мы могли так действительно думать для чего? И тогда пришлось из-за того, что Раф Оше, чувствуя, что мы или люди могут так подумать, он был вынужден сказать такую фразу, что Кидуша Шем он более велик, Хилу Лашем. То есть как бы его эта фраза является ответом на то, что могли бы как бы подумать. Но это странно, никому такое в голову не может прийти. Продолжает дальше. И вот эти слова Иерусалимского Талмуда, они очень сильно занимали Раф Цви Иуда Кук, это сын Раф Кука. И пишет Ханан Парад, еще в бытность мою в Ешире Мерказа Раф. Мерказа Раф это главное как бы заведение, которое продолжает традицию Рава Кука. Находится в Иерусалимском квартале Кириат Моша. Ханан Парад учился там и ему довелось учиться у сына Раф Кука. Так вот он пишет, что даже в мою бытность в Ешире Раф Кука я слышал из его уст два потрясающих объяснений вот этой цитати из Иерусалимского Талмуда. Так что каждый из них дополняет другое. Итак, первое. Слушайте внимательно. Когда перед нами происходят события, в которых перемешаны или смешаны вместе и Кедуша-Шем и Кеду-Ля-Шем и просвещение имя и осквернение его имени, то стоит поднять превозвысить Кедуша-Шем прославление имени, которое есть в этом событии или в этом процессе и сделать его более выпуклым, более значимым по отношению к Кеду-Ля-Шем. Ну и как бы совершенно как бы очевидно даже для наших ушей да, понятно о чем он говорит. Он говорит о тех процессах, которые сопровождали или как бы в которых рождалось государство Израиль. Когда был повсеместно с одной стороны с точки зрения чистой религиозной Дул-Хелу-Ля-Шем несоблюдение субботы, несоблюдение заповеди, уход от соблюдения религии и так дальше. А с другой стороны великое дело Кеду-Шем возвращение евреев на землю и строительство государства Израиля, возвращение имени Божьего и его присутствие суда. И вот по первому объяснению совершенно понятно, ясна его очевидна его позиция. Это позиция, которая как бы определила все, ну скажем, практическое деятельное применение в виде всей деятельности религиозных сионистов и того же самого Рава Кука, в смысле Рава Кука отца, который видел во всем том, что происходит, больше Кеду-Шем, чем Кеду-Шем. Теперь дальше. Итак, он, да, сын Рава Кука, Цвиуда, кота в своей книжке Натевот Исраэль. Натевот Исраэль тоже. На иврите, ну по-русски тоже есть дорога, есть путь. Дорога это Дерах, кстати, очень похоже. Дорога, Дарах и Дерах. А с другой стороны есть Натевот. Вот Натевот это пути. Вот эта книга, книга, его книга, которая называется «Пути Израиля». И он пишет так. Когда в одном и том же явлении мы видим, что есть сторона Кеду-Шем и есть сторона Хилу-Ля-Шем, неправильно говорить. Тут есть сомнение. это непонятно. Шеп Вааль-Та-Се. Шеп Вааль-Та-Се. Сиди и не двигайся. То есть это значит не принимай участие. Нет, а надо предполагать или взять за основу Та страна, которая представляет Кеду-Шем он больше, он превозмогает. Он тот, кто является Махрея, он тот, который определяет и он тот, который обязывает в смысле твое поведение. И пишет дальше Ханан Парад. Да, пишет дальше Ханан Парад. И вот в этих словах Цви Иуды-Кука они это то, что я сейчас как бы предварил и сказал они в основном опираются или как бы описывают ситуацию связанную с возникновением, становлением государства Израиля. Когда перед нашими глазами как бы свет и тень в смысле Тедуш Ошем и Иуды-Шем они смешаны. И тем не менее Тедуш Ошем в этом процессе он превосходит вне всяких как бы по всем размерам или по всем параметрам да совершенно превосходит те явления как бы хилу-ля-шема которые связаны с ним и поэтому нам следует прилепиться к этому процессу участвовать в нем и осветить как бы прославление имени которое связано с самим возникновением с самим процессом возникновения государства дальше он приводит цитату известную ну так сказать парафразу до того как взойдет день или дословно распухнет день и уберутся тени и тогда Кедуш Ошем он засияет как бы во всей своей красоте и не останется никакого Хилу-ля-шема ну вот чем дальше тем еще более круче как бы и сам Цви-Иуда-Кук и вслед за ним Ханат-Парад не останавливается на этом а идет дальше вот сейчас начинается самое поразительное пишет но Цви-Иуда-Кук не удовольствуется только этим объяснением и дополняет вот к этому объяснению высказывание из Иосолимского Талмуда и так говорит на иврите да возвращается к этой фразе было сказано Гадоль у Кедуш Ошем ми Хилу-ля-шем Гадоль велик или ну скажем просто даже велик Кедуш Ошем от Хилу-ля-шем так вот то что я перевел слово от это на иврите буква мэ мэ Хилу-ля-шем что 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 какое какое красивое объяснение он говорит в иврите в иврите можно сказать что есть или установить что есть два значения слова или частицы по-русски это слово которое мы перевезли как от а на иврите это буква которая прилепляется к тому следующему за ним слово да МИ Хилу-ля-шем что это мэ оно может иметь мэм буква мэм оно может иметь два значения итак первое значение это значение превосходства которые устанавливаны посредством сравнения что одно больше другого и это так как мы перевели по прямому смыслу Хилу-ша-шем больше чем Хилу-ля-шем но с другой стороны с другой стороны есть может быть и другое понимание буквы мэм он его называет мэмом аккор то есть мэм первоначальное мэм оригинал первоначальное которое подчеркивает что какая-то вещь она происходит от чего-то произрастает от чего-то как он пишет как ребенок из чрева матери когда говорят у гадоль ми плони гадоль ми кого-то кто-то больше кого-то но когда говорят они я цати мизэ я из этого вышел то тут то же самое мэ имеет другое значение имеет значение из источника и тогда вот это выражение гадоль кедуш ашем и кинуль ашем оно приобретает совсем ну не то чтобы сагу да приобретает совсем другой смысл а именно получается что связывая первое мем и второе получается что преимущество или превосходство света над тьмой не просто прямое как бы арифметическое преимущество а оно проявляется именно из-за нахождения тьмы то есть грубо говоря свет он больше тьмы только тогда мы можем почувствовать преобладание света над тьмой только в том случае когда свет произрастает из тьмы тогда на фоне тьмы мы видим насколько насколько велик свет и пишет Ханан Парад и так велик Хидуш Ашен который связан с Шиват Цион с возвращением в Цион с возвращением в землю Израиля который проявляется перед нашими глазами или вообще проявляется проявляется в этом мире внутри или внутри профанации его имени внутри осквернение его имени осквернение его имени а именно прежде всего изгнание и дальше он пишет и так же величина Кидуш Ашема проявится во времена которые описаны книги и Хескеля а именно во времена войны Гога и Магога весь смысл которого весь смысл которой этой войны разрушения или Израиля или останавливания процесса Чиват Цион возвращения в Цион и именно на фоне вот этой попытки будет видно будет виден всем Кидуш Ашем и поэтому пишет Ханан Парад в его падении в смысле Гога и Магога осуществится то что сказано и я возвеличусь и я освещусь и появлюсь перед глазами народов многих и узнают что я Господь и дальше заканчивая заканчивая да пишет на глазах последних поколений мы были свидетелями Кидуш Ашем который с прославлением его имени который связан с возвращением народа на свою родину и это происходило именно внутри чудовищного осквернения его имени которое было выражено в погромах в убийствах во всем том что связано с мучениями евреев которое предшествовало созданию государства Израиля и он и продолжает дальше и пишет и он говорит и даже и так же в последнее время мы стали мы не достигли как бы идиллии и спокойствия и не единожды наше сердце разрывает да так он пишет то что происходит в нашей политике оставляя нас просто с разверстыми устами Ханан Парад это писал когда на его глазах и на наших глазах происходило все то что 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 потом получил название осушкового процесса который я от себя уже скажу Ханан Парад тогда этого не видел да но я могу сказать что мы сейчас свидетели того что этот процесс слава Богу он не просто заканчивается а по-видимому он просто закончился совершенно да заканчивается и это то что пишет но по словам слегка но по словам Аврама Кука то есть отца Цвиуда Кука то что он пишет в своем послании знайте что не 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 приведут к успеху не увенчаются успехом те я выключу то что тут мешает да и знайте что не приведут не будут успешными не приведут не увенчаются успехом те расчеты которые делают люди люди в смысле ну как бы пустые люди те люди которые думают что они своими руками могут как бы вершить и делать процесс окончательным да и которые творят пустопорожное поступая против воли Всевышнего который говорил в смысле обещал народу Израиля благое или хорошее давай даруя ему свет освобождения и дорогу жизни и дорогу жизни и заканчиваю и вот и еще мы прояснится перед нашими глазами нет не так и вот прояснится перед глазами всех ну скажем так замышляющих плохое он называет овсей арец то есть пустых людей что Кедуш Ашем проистекающий из Хилу Ашем он является желанием самого Всевышнего почему потому что Гадоль Кедуш Ашем Михилу Ашем и в этом мы как мы сказали есть не только два понятия а это мы соединяет оба понятия с одной стороны Кедуш Ашем больше превосходит Хилу Ашем а с другой стороны он проистекает из него потому что без него без него он не может происходить ну вот по-видиму ну вот это как бы то что я хотел сказать пересказывая Ханам Парата стоп шер окей как обычно кто-то что-то спасибо начнем с этого на вас это произвело впечатление скажем так да нам понравилось по-моему очень круто нам Николаю второму да по-моему понравилось по-моему очень круто по-моему но как в стиле Ханан Парата он взял одну фразу из недельной главы главу из и ввел нас как сказать к своим мыслям ну правильно смотри это человек который как бы у него есть модель у него есть идеология ну понятно что он заворачивает обкручивает и как бы представляет и говорит понимаешь он из этого делает как бы матомин у нас делает как бы кушание ты правильно что он и говоришь взял одну фразу а потом накрутил на это все как бы всю всю традицию да нет но очень очень красивый грубо говоря понимаешь я тебе говорю на одном дыхании объяснить объяснить день катастрофы день памяти погибших и день независимости понимаешь ну я не знаю до этого до этого это невозможно то как он это привел понимаешь в конце все это сводится все это сводится да к букве М к букве М ну вообще говоря на мой взгляд это круто я не знаю господа и дамы красиво красиво есть просьба все-таки помечай пожалуйста по-русски откуда цитата вот где ты русский перевод ставишь потому что очень тяжело я-то остальные вообще на иврите я думаю не считаю кто-то там нет но очень тяжело летать и искать где это точно там кам кам флам да все ну просто тяжело это все было из исхеза потому что я же я же с книжкой слежу то есть я нет проблем нет проблем напоминай мне я буду говорить из какой просто это все время было из одной книги окей да просто если в текст там вставлять у тебя русский перевод мы же смотрим это на экране хорошо прям там из исхеза 20 или там 36 глава 36-20 я очень надеюсь очень надеюсь что то что мы сказали да ну еще как-то у нас будет возможность обсудить это в чате и так дальше потому что по-моему на мой взгляд это это некоторые фундаментальные вещи которые во всяком случае определяют позицию целого нескольких поколений ревьюдиозных сионистов которые именно видели и видят в становлении государства Израиля Хедуш-Ашем который превосходит над Хедуш-Ашем и второе в каком-то смысле в каком-то смысле это объясняет то что объяснить практически невозможно это объясняет катастрофу это объясняет страдания это дает хотя бы путь к их объяснению ну вот так мне кажется ну вообще 36-я глава Эфискеля она очень интересно все это поворачивает она вообще-то поворачивает что собственно так сказать становление государства Израиля это вообще как бы никаким образом не заслуга сыновей Израиля а это так сказать желание Всевышнего исправить ну или как бы возвеличить свое имя а нам уже как бы по пути становится стыдно что вот это все делает сам и мы возвращаемся к религии потому что как бы ну просто это позор что за нас это сделали вместо нас за нас а может это и месседж для религиозных что это как бы позор что это вместо религиозных сделали нерелигиозным тоже правильно я думаю что это как 100% 100% 100% он это сделает делает настолько связывает это все воедино понимаешь это получается такой как бы комок и причем этот комок он как бы человеческий божественный его невозможно рассыпить понимаешь вот что на мой взгляд поразительное он человеческий божественный его невозможно рассыпить с одной стороны он вначале говорил о том что почему сказано про Адама решона да и и поместил его Господь в саду в Эдамском саду да для того чтобы работал для того чтобы оперегал для того чтобы он был шутат если ты не шутат ну так все понятно как бы тогда у тебя в том добре который ты получаешь оно не целиком потому что у тебя буша да у тебя как бы постыдно мне это дали просто как подарок пока человек заработал с одной стороны это а с другой стороны вся идея о том что Господь Всевышний вывел евреев не за то что они там делали тшуу а за то что он свое имя кидал совершенно это вообще как бы совершенно другая линия да 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 Натан я честно говоря в конце немножко где-то споткнулась и потерялась а там может быть просто я не знаю насколько было понятен этот перевод там вот эта фраза что Гадоли Кидуша Шэм Михелюшэм ее можно двояко перевести ее одним образом можно перевести что более велико возвышение имени над его осквернением а второй перевод это более что просто велико возвышение имени из-за правильно угу так непонятно он говорит мео мео и над и из одновременно и получается такая игра понятия от и из и от и понимаешь поняла да ну я так еще просто центр центральную идею это в том смысле что когда из Египта вывели все для них сделали как бы да а тут все-таки в партнерстве в последней как бы вот алие уже больше проявили инициативу да смотри получается что и здесь практически все сделали если поиски ну это он связал это все вместе но если расщеплять на куски ты говорила про правильный кусок но очень сильная тема понимаешь о том что ну вот скажем тема кибуцей тема евреев социалистов которые по большинству своему да они построили государство Израиль да и которые как бы намеренно намеренно не признавали еврея голутного отвергали как бы традицию отвергали религию почему потому что они считали считали что все что связано с голутом все что связано с поклонением с религией это все мешает возвращению понимаешь а так как показывает Харан Параджи на самом деле это некоторый единый процесс что они в каком-то смысле все равно являются ну марионетками это плохо сказать они все равно являются учащими сами того не понимая или не осознавая или может быть даже против 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 этому они являются частью божественного процесса который Киду Шашер вот это вот поразительно понимаешь и на самом деле понятно мы все тут такие ну мы все да понимаешь как бы ну они делали считали что они как бы вообще идут в другую сторону понимаешь там в кибуцах висели портреты Сталина известно там вообще социализм 5-е и 10-е оказалось что ребята на самом деле они выполняли божественный план и это сказать что это просто в данном случае это не просто и тоже это вот так было смешано понимаешь потому что они были не отделены от еврейской традиции они просто понимали это по-другому они считали что все что было до этого это неправильно и в каком-то смысле они были правы ну то есть им было стыдно за бесцельно прожитые годы ну ладно кончать да ну наверное не знаю то скорее во всяком случае если бы не было религиозной сидели бы и обсуждали бы Талмуд но только потом обсуждать уже стало не было пришел Гитлер он всех сжег просто и все натурально понимаешь что это тоже то есть грубо говоря вот то что мы сегодня как бы читали изучали честно говоря это схватиться за голову прочитать еще пару раз и вообще просто развести руками и сказать ну я не знаю что нет на наших глазах ну хорошо на этой радостью я здесь плохо знаю получается что Израиль основывали социалисты что ли не религиозные евреи слушай да да именно так ну вот тебе во первых тебе уже ответили во вторых послушай Летского Шергородского послушай Летского Шергородского ну если совсем как бы банально нивелировать то что Дима сказал ответ это вам так хотя это это не совсем так понимаешь потому что при всем при том на ключевых позициях они выбирали как бы основное направление исходя из еврейского духа то есть грубо говоря когда предлагали евреи когда предлагали герцелю строить Израиль не в Палестине которая казалась гораздо меньше предназначена а можно было построить в Уганде там в Аргентине еще где-то тем не менее выбирали Палестину хотя казалось бы тот же самый Ростоль он был готов давать деньги на Аргентину а на Палестину ему казалось что на бессмысленное мероприятие по большому счету да по большому счету да вот но не совсем однозначно послушай лекции Шергородского он совершенно прекрасно правит хорошо спасибо нет проблем ну хорошо шифра сегодня да шифра как-то сегодня вообще говоря не знаю что-то она как-то не сильно видит ну ладно ну видите как Натан нет да шифра пропала Натан да ну вот кварталы за старым городом кто делал кварталы за старым городом делали евреи они делали это в то время когда вообще не было понятия что такое религиозный невелигиозный религиозных просто не было первый район который называется Ямин Моше по имени Моше Мантикиори который в основном это спонсировано помогало это были евреи но вам как бы объясняли все я повторяю то что известно были основные евреи которые поставили своей целью не жить на Халука то есть на те деньги которые прислали им вот та самая буша а выйти за стены старого города и практически это было как бы жить вот на стыке с арабами и подвергаться как бы опасности нападения арабских банк и все такое и начинать новую жизнь да но как бы смотри это не становление государства израиль но это подготовка что что но подготовка всегда больше времени занимает ну да но не старайся сглаживать углы по большому счету то что Дима сказал реально реально это третья вторая третья алия это предвестники войны за независимость и вот тогда как бы вот тогда началось то что называется процесс текума возрождение государства израиля потому что возрождение в том смысле что государственные структуры которые были уже сделаны до провозглашения государства израиля называется ешу секунду сейчас закончу да и которые из которых очень плавно были как бы перешли государственные структуры вот это называется текума текума это непосредственно то что предшествовало провозглашение государства израиль и дальнейшая война независимости и так дальше вот это процесс который называется текума он называется мишуалы текума то есть шоа текума это конечно это все важно все замечательно но это предвестники процесса я не против окей спасибо на все будем тебя освобождать спасибо большое до новых встреч спасибо да шитро как-то по техническим причинам выпало вот очень жалко я вообще говоря когда готовил этот урок я так имел ввиду всех ее особенности ну хорошо поговорим все всем счастливо и до свидания пока пока